Всем привет! В сегодняшнем видео я затрону интересную тему, которая до сих пор для многих и в том числе для меня покрыта туманом. И это вопрос о том, влияет ли частота оперативной памяти на скорость в играх и на время загрузки уровней. Раньше многие даже на более-менее старых процессорах, такие как Sandy Bridge, Ivy Bridge, брали память с какими-то космическими частотами по 2000-2400 МГц в надежде, что это даст им дополнительную прибавку производительности в играх, либо они просто начнут грузиться быстрее, ну и так далее. И сегодня я проведу небольшое тестирование с недавно вышедшим двухканальным набором DDR4 памяти HyperX Fury. Ну и для начала давайте немного остановимся на характеристиках этого набора. Этот двухканальный комплект был выпущен специально к релизу процессоров Intel Skylake, и мне для тестов попал 16-гигабайтный набор с частотой в 2666 МГц. И из приятных особенностей этой памяти могу отметить работу по принципу Plug and Play, то есть после установки такой памяти вам не нужно будет лезть в BIOS и выставлять паспортные характеристики вручную, ну или принудительно включать XMP Profit. Этот набор сразу после установки автоматически стартует с теми характеристиками, которые указаны на коробке, и никаких дополнительных манипуляций проводить уже не нужно. Еще одной приятной особенностью памяти HyperX Fury можно назвать небольшую высоту самих модулей. И это будет полезно для тех, кто собирает систему с большим башенным воздушным кулером, вроде Noctua NH-D14, D15 и другими похожими. Ну и еще для особых маньяков, которые любят мониторить все и вся во время игры, можно отметить, что в этом наборе есть такая возможность. Можно отслеживать температуры модулей благодаря специальному чипу с термодатчиком. Но учитывая низкое напряжение у DDR4 памяти в 1,2 вольта, этот параметр вряд ли будет сильно полезным, потому что даже DDR3 с более высоким напряжением редко грелось выше 40-45 градусов. Под радиаторами здесь скрываются чипы памяти от Hynix. Кстати, точно такая же память стоит и в более дорогих модулях HyperX Savage и HyperX Predator. Но возможно, конечно, что Kingston их как-то сортирует и поэтому в более дорогие комплекты ставят чипы с большим потенциалом разгона. Кстати, для любителей оверклокинга могу сказать, что во многих тестах такой набор разгоняется до 3000 МГц с таймингами 17, 19, 19, 38. Ну а теперь, наконец, переходим к тестам. Для сравнения я тестировал этот набор памяти в двух режимах. В стандартном для DDR4, то есть с теми частотами и таймингами, с которыми работают большинство самых бюджетных обычных зеленых планок. Это стандартная частота 2133 МГц и тайминги 15, 15, 15, 36. Ну и в родном режиме для этого набора это частота 2666 и тайминги 15, 17, 17, 35. Разгонять память я не стал, потому что если и есть эффект в играх от повышенной частоты памяти, то он будет виден даже при таком сравнении. Ну а если, как говорится, его нет, то ты там хоть сколько МГц поставь, все равно его не будет. Тестировалось все с процессором Core i7-6700K с разгоном до 4,5 ГГц и с видеокарточкой GTX 980 Ti. Ну и последний момент. Во многих тестах в интернете модно тестировать разгон процессоров и оперативной памяти в разрешении 800 на 600 и с минимальными настройками графики. Но я не думаю, что есть такие люди, которые тратятся на новую платформу с DDR4 памятью, на другие дорогие железки такого же высокого класса и потом играют в разрешении 800 на 600. Поэтому я буду тестировать либо на максимальных, либо на почти максимальных настройках графики. Ну и теперь для начала пару слов о скорости загрузки. Я засекал время в игре Crysis 3, Assassin's Creed Syndicate и в обоих случаях игры были на скоростном SSD. Но все равно разницы в скорости загрузки уровней на разных частотах памяти не было, поэтому сразу перейдем к скорости в самих играх. Во время сравнения в верхнем левом углу вы сможете увидеть всю информацию о системе, частоты, загрузка, температуры и в том числе и частота оперативной памяти. Там где Memory Clock 1066 это стандартные 233 МГц, ну а там где 1333 это соответственно 2666 МГц. И для тех кто хочет знать что это за программа, в сотый раз повторяю, посмотрите сначала в описании под этим видео. Итак, первой игрой будет GTA 5. Здесь почти на всех максимальных настройках с двухкратным сглаживанием разница всего в 2 FPS. В игре Crysis 3 на максимальных настройках разница в один кадр и то в пользу более низких таймингов и соответственно более низкой частоты. В новой Star Wars Battlefront разницы либо вообще нет, либо она находится на уровне погрешности. Спидеры уже готовы? Готовы? Тогда отправляйся в патруль. Патруль командованию, повстанцы живы, продолжаю погоню. Повстанцы сломили нашу оборону, они захватывают наши спидербайки. В общем, поскольку разницы уже нет в трех играх, то я решил на этом остановиться и перейти сразу к бенчмаркам. И теперь давайте сравним результаты в специальных тестах памяти AIDA64. И здесь результат от поднятия частоты памяти уже, конечно, более очевиден. В бенчмарке архиватора WinRAR за одну минуту было обработано 608 мегабайт информации с частотой 2133 и 660 мегабайт с частотой в 2666. В фотошопе и при кодировании видео разницы практически нет. Что ж, я надеюсь, что в сегодняшнем видео я ответил на интересующий многих вопрос о том, влияет ли частота оперативной памяти на скорость в играх и на время загрузки уровней. И итог оказался, конечно, не самый радостный для всех любителей топовых и дорогих железок. В большинстве игр на высоких или максимальных настройках разницы между дорогим набором памяти и самым стандартным с частотой в 233 практически нет. Самая большая разница была в игре GTA 5 и даже там она составляла всего два кадра. А вот разница в цене между комплектами составляет примерно в 2500 рублей. В бенчмарках преимущество более дорогой памяти уже более очевидно, но с другой стороны, что нам дают все эти цифры, кроме как самих цифр? Да ничего, это всего лишь бенчмарки. Так что единственные варианты, где может пригодиться память с большой частотой, это архивация данных, как мы увидели из бенчмарка в Венераре, и в некоторых профессиональных приложениях. Ну а всем остальным советую брать самую доступную память, а оставшиеся средства вложить в более надежный жесткий диск или более качественное охлаждение для компьютера. Ну а саму память HyperX Fury хочется похвалить и за их ценовую политику, потому что в некоторых случаях, например, таком как этот, даже более привлекательная в эстетическом плане память стоит дешевле, чем самая обычная зеленая, у которой к тому же еще и тайминги на один ранг хуже. Я уже давно говорил, что память HyperX очень радует своим соотношением цена-качество. И в общем-то даже сейчас ничего не изменилось, поэтому от меня опять же всяческие рекомендации. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и заходите на мой канал, там еще много интересного. Ну а у меня на сегодня все, всем спасибо за внимание и до встречи в новых обзорах!